здарова илюха хочу тебе показать длс врагу 2 пройдет ну это короче такой вот остров вот это вот основная игра здоровый материк там раз два три 4 5 6 локаций они большие большие и вот этот остров я сейчас вот здесь вот вот моя метка вот тут такой открытый мир то есть куда хочешь и не хочешь туда и не хочешь сюда иди и вот такие вот все время забывает называется короче вот такой вот такой вот мир прорисованный такие вот декорации но но это как бы не декорации все физические коллайдерные объекты везде можно лазить куда хочешь можно ходить можно так делать смотри тут много чего можно делать на самом деле вот у меня есть такой пестик такая вот такой вот автомат такой дробаш я хочу тебе сказать вот что тут оружие не так много мне это вообще нравится смотри пистолет штурмовая винтовка дробовик и еще несколько все все это оружие просто окне не заберешь из врагов она не падает и его надо искать причем искать в определенных специальных местах которые называются ковчеги сначала нужно найти ковчег потом расчистить вокруг него убить всех короче вокруг него все выберу метку чтобы идти по копееку ищу вот можно бегать можно ходить в общем по геймплею эта игра намного намного более привлекательная чем аутрайдерс я правда не играл в аутрайдерс конечно я не знаю но там тоже всяких много фич меня аутрайдерс нравится мне визуалка нравится вот и еще груз мне визуалка нравится в аутрайдерс сильно но геймплей то что то что открытый мир это сразу это минус минус 50 процентов моего интереса потому что я люблю бродить изучать находить единственное что вот врагу не очень интересно тут просьбу много всего но все однообразное какое-то то есть все миссии однообразные вот сейчас он она мне сказала я за бабу играю она мне сказала что почему сказала короче груз надо помечать светится на карте очень много видишь сколько вот это вот все это все локации в которых чего-нибудь да есть тут очень много всякого говна например есть вот ну тут спец атаки тоже есть например вот такая тут какая-то техническая башня кинан это одна из наших башен связи они либо разваливаются либо захвачены призраками сходи глянуть что к чему будем рады я гляну ну давай вот попробую пройти так это у меня суда пытаются что ли затащить так нажимаешь кнопочку идти подсвечиваются враги враги подсвечиваются самого начала вот сундуки это надо прокачиваться причем прокачка дается очень нескоро это вот я сейчас их вижу сундуки сейчас месилова начнется поэтому я наверно помолчу маленько тут не так-то просто тоже хотя конечно у меня подтормаживает маленько конечно но я с этим уже ничего не смогу сделать но вот это я их так быстро убил потому что юзанул спецприем поэтому они так быстро сдохли а так они дамаговые но я еще и надо сказать что не на последнем уровне сложности на предпоследнем уровне сложности играю вот но это тут видишь почему так быстро потому что первых помещение закрыты они все в кучке я просто один раз спецатаку применил и 90 процентов они 90 процентов минус а так бы я а в основном локации для файтов они открыты и ты их так быстро не убьешь короче потому что они дамаговые и толстые еще вот есть есть уклонение такое вот то есть ты очень нравится вид от первого лица ну как стрелять от 3-го ну вал трейдер с их вроде бы не сильно не сильно напрягучая это мне все равно больше от первого лица нравится это ракетница два режима вот это вот сама наводка ну смысле помечать помечание память чапами пометить цель короче потом выстрелить тут цели нет поэтому он не хочет стрелять а это просто это револьвер его короче вот так вот стреляешь сначала кого-нибудь а потом пока я нажимаешь он взрывается ай а тут еще есть режим гнева его когда запускаешь что этот револьвер он ну не надо короче пока я нажимать это гаусс классная пуха тот в режиме прицеливания это обычный файл так восьмерки у меня нет девятка но это какой-то призраков где именно вот в лаборатории сложно обычно это пистолет я честно говоря не понял у профитов есть бфг но у меня на нее патронов нет ни одного а подожди или один есть не нету где их братья пока не понял и ничего больше про это с бфг сказать не могу у меня еще нет одной пушки которые я не забрал основной локи она тоже офигительная но я на нее еще не нашел основной локи а вот поперся в длс будут как бы игра как устроена в основном отходишь по по городу или по природе по ландшафту и в основном пусто-пусто и вот такие вот данжи вот и в них короче враги вот такая вот фича есть кидаешь да и главное на дорогу не выходить потому что если тебя на дороге тут чему зончик потише сделаю потому что если на дороге стоишь и какой нить хрен проезжает твой уперся в сторону куда то есть он короче полчаса встает но эти-то слабенькие это 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 не те враги которых стоит бояться ну по сути тут нет врагов которых стоит бояться если честно стоит бояться толпы если не нравится мне это место проверю нет ли тут заложников где заложников здесь еще тут можно на тачках кататься сейчас я покажу на тачках тут вообще классно кататься просто супер здесь такая вот тачки есть но тут много тачек на тебе дают сначала вот такую тут охерительные гонки можно устраивать и управление у тачки охерительная просто просто лучше не бывает в общем я тебе хочу сказать что рейдж 2 также сильно отличается от рейдж 1 как я не знаю как первый сталкер от от метро икс обус я бы на твоем месте обязательно в него поиграл я второй раз играю и мне вообще не скучно но это правда длс но я я и до этого сидел я до этого сидел я до этого сидел и до этого сидел играл в основную компанию и вообще кайфовал хотя там конечно все известного но но все равно интересно просто пострелять мне мне захотелось по пострелять нормально пострелять чтобы враги были адекватной толщины блять не как в outriders когда в одного стреляешь полдня блять он никак не помрет тут такого типа нет мне еще дали вот такую хрень можно притягивать и отталкивает потом мне сейчас тут убьют конечно если я так буду воевать придется лечилки крафтить лечилки тут можно крафт тоже но первых на них много компонентов тратится достаточно ну их их общем хватает но мозги конечно лучше не ебать все равно это уровень сложности к ну выше выше высокого короче есть высокие а это следующий вот этот пистолет как работает и вот этот фильм ну вот это синие хрени который с них падают это это типа это фил 3 ой и он тебя хилит сейчас попробуем гаусс на них ну тут гаусс конечно в ситуативно используется ничего не делают вот ну по сути вот мне сейчас здесь надо уничтожить емкости сил 3 то моей емкости это вон они по цвету он они подсвечено ну и убить всем заодно конечно ну ты еще учитывай что у меня здесь графоний на овощи на лауле плюс еще разрешение экрана тут говнючие стоит так что а так ты игра покрасивший фпс и побольше это тоже надо учитывать вот мне убить ну я так хреново сражаюсь потому что во первых записи во вторых я только проснулся если честно с другой стороны тут если убивают можно прокачать перк блин надо было умереть показать короче дефибрилляция есть ярко тоже сидел ну блин тут вот знаешь как тут перков немного как бы вот она проекта но они все такие прикольные например бросок это вот так вот вот так делаешь и противник улетает гравитон это вот эта вот хрень они не это удар сверху гравитон это короче вот такая хрень я идиот ну да гравитон это вот такая хрень завершаешь в воздухе короче подпрыгиваешь два раза и жмешь пока я мы на 7 секунд я сейчас зависаю тоже полезная штука суетитивно двойной прыжок разумеется двойной прыжок куда без него как отсюда выйти в общем тут много много всего но но не не переизбыток вот например не как переизбыток оружие в аутрайдеров меня бесит вообще когда с врагов падают всякие всяких говеные не до пушки нахера не нужны блять зачем перегружать игру вот этим всем вам упало 10 тысяч ненужных пушек блять тут такого нет тут каждая пушка она уникальна ее надо еще поискать просто так причем ты как бы ты можешь специально такой если знаешь куда идти ну ладно пойду возьму эту пушку хер ты возьмешь тебя не дадут этого сделать ну то есть дадут конечно но ты сильно вспотеешь блять ее забирать помочь по многим причинам вот форсаж форсаж это короче усиление всего усиление выстрела усиление скорости твоей но правда он действует не очень долго но зато спасает иногда в общем в общем прикольно единственное что не очень прикольного враг врагов видов врагов мало что ли вот на этой логике вот эти вот голые и вот эти вот призраки и все но я понимаю что это конечно а вот еще беспилотник тур или так узел так вот остался только фильтритом ну все собственно еще пореже погоди рейнджеров это 3 не берет что ли вообще-то молодец звукер что такое немного 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 заебывают вот такие аберрации потому что у меня уже все есть мне в принципе ничего не надо но я еще здесь не все пушки нашел и и это 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 в принципе второстепенный но сайт кое-что сайды можно на майн конечно пойти но хочется ведь а тут вот еще вот такая хрень есть то есть вот мир наполненного такими микро 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 механикой такой не обязательно всех расстреливать убивать можно по-разному можно хитро можно в лоб можно танком режим стелса тут но режима стоялся тут как такового нет потому что сильно замечают быстро контейнер один просрал но из режима стелса если ты сумел подкрасться твой урон будет просто в три раза больше вот это вот лазить везде блин удадал все просто так и не пройду что ли не пройду не это в играх всегда нравилось а утрейдер ци они конечно прикольные нам базара нет ну вот мне сильно не хватает в нем них открытого мира вот этого всего блин и количество врагов конечно тоже сильно не хватает вот вот если ты пометил цель цель на карте садишься и тебе подсвечивает путь доехать если ты на дороге находишься на машинах можно значит участвовать в гонках расстреливать колонны а ну собственно сейчас покажу как она стреляет а ну вот колонна кстати на это же колонны нет не колонна сейчас а кто меня шмаляет так сильно ну тут не очень интересно вот тут есть тут и ездят такие колонны мобильные и за их надо уничтожить короче во главе в голове к колонна огромный огромный грузовик интереснее не вот таких местах а на открытой местности ну прикольно тут тоже есть три пушки даже четыре но четверто это миномет вот это вот ракетная установка но она работает только а ну вот стоит четвертый есть вот такое умение короче весел весело тут скучать в этой игре однозначно не придется промок однозначно мир наполнен всякими ты еще груз где ты где ты блять видишь груз все время мне уже второй раз об этом сообщаешь я второй раз тебя не понимаю вот здесь мир наполнен игровыми событиями не придется не придется бродить по миру просто так похоже на аванпост может одно из святилищ вот но тем не менее это уже как бы все было двадцать раз тут самое эффективное оружие ближнем бою естественно дробаш вот я его пока держу я хелюсь а если его брошу так трекер груза активирован если его брошу то задамажен всех а да и мне еще дали в этой локи лазер новое оружие я им нифига не пользовался еще ну вот так работает ему ему надо вот под зарядку вот это делать походу а ну да то есть не просто просто так не походишь не постреляешь потому что патрона кончится и все ему обязательно надо под заряжаться с одной стороны здесь как я уже сказал локации врагов по данжен как бы ну то есть идешь данж с врагами и тут бьешься на этой локи всегда есть зарядка нормально я сначала не понял нафига не так сделали а сейчас в принципе рассуждать начал слух и понимаю что в принципе в принципе на контейнеров 5 а я 3 только нашел вот это я собираю фильтрит но он нужен для прокачки там для для прокачки основном и он хилит если он подбираешь мне тут больше нравится во первых задумки с ковчегами то есть чтобы найти оружие а и вот эти все способности на на 3 то и вот это и это спринт и вихрь это все тоже в ковчегах то есть их просто так нет в начале игры есть одна и все вот этот вот удар есть ну толчок все все эти способности естественно качать можно вот а все остальное ты находишь в ковчегах ну тут к сожалению я не знаю вообще остался ли ковчег еще один или нету здесь два было я два ковчега забрал и тут основном вот мир нравится сюда бы еще как бы на улице врагов добавить ну видимо это сильно бы нагрузила игру они отказались от этой идеи но открытый мир здесь сделан охерительно не нравится иди сошел приехали а еще смотри какая вот это я бегу просто а вот это вот спринт блин вообще охеренно он правда ну кратковременно действует вот все но зато можно гонять по локам но это это свои я хотел пиздануть ракетками ну вот в общем такая вот игруля вот но это как бы длс а в основной в основной игре тут четыре вида локаций они как бы все отличаются по внешнему виду ну вот разрушенная дорога это пустыня например вот это вот топи это болото вот это вот море дюн это пустыня туба пустыня я здесь кстати еще не было море дюн рваные равнины это это губ ну горы гористая местность горы леса а или вот это горы леса ну короче отличается ландшафт во всех локах чуть-чуть ну как чуть-чуть топи например это прям реальные топи болото и там ходишь а вот и еще груз и 5 груз у тебя те ты все время груз находишь не ставится отметка если ты рядом почему-то ну ладно в общем если ты играешь в эту игру первый раз это просто офигительно я тебе уверяю длц годная он бывает она во первых я уже второй день него играю так трекер груза активирован вижу груз сейчас отправлю за ним кого-нибудь молодцом ухер ну то есть она нифига не маленькая единство ну как кинился то есть траву врагов не видать нифига во время файта во время файта это конечно от от моника зависит еще и но эти простенькие враги эти ничего не умеют особо но есть враги и пожирнее нет ты только не подумай что я пытаюсь этой игрой как сказать перебить перебить аппетит каут райдерсом и я бы тоже в нее наверное поиграл скорее всего если бы ну ты знаешь почему но просто я тебе блять во видишь вот это проехал кто-то по дороге ты меня зацепил это конечно не убивает это конечно не убивает но где ты сука поэтому на дорогах лучше так не стоять приключиться вот такая вот печалька блять а ну вот вот собственно майн пошли на майн сходим что не знаю это вторая или третья миссия по майну веришь то есть ну как бы так я мысли закончил я не пытаюсь тебе как бы зафакапить аппрайдерс я бы сам в него поиграл наверное я просто пытаюсь показать тебе игру которую ты нечаянно скипнул и на мой взгляд очень очень зря прямо очень зря отличная игра отличная игра и пока его короче держу я хилюсь еще и плюс но это я прокачался это короче называется бездна и я ее нашел в этой локе вот если вот так вот открыть то вот есть куча прокачек у нее не очень много но достаточно достаточно правда потому что иногда насуют прокачек как в неохе например блять там же надо профессором быть чтобы блять их понять мне тоже не сильно нравится когда перебор с прокачками а здесь же сейчас нашествие начнется кажется на ноне что-то не началось ли народ то есть ты сдохнешь короче надо ждать пока она увидим увидим это не мать да в общем боевка тут очень динамичная на это наш особенно когда из п.с. есть лол мелче делает все сейчас акте антенна активируется все будет nice башня должна заработать теперь антенна работает и ты увидишь где груз он где-то на севере выручи старика сбегай туда и запусти маячок а мы заберем посылочку ладно тут есть и другие типы врагов здоровенные такие хряки но они во первых их не очень много вторых но не очень специальных данжах ну и они слабенькие конечно тоже тут нет сильных врагов честно говоря но вообще нет не знаю может быть последний уровень сложности поставить может это как-то исправит положение ну понимаешь в чем дело менять уровень сложности это как бы да но но нет потому что они толще станут и убивать тебя просто будут а враги не поменяются никак поэтому как бы ну такое в общем эту локу я почти все открыл как почти процентов 25 на она осталась вот это все что как бы светится вот это например открытая уже полностью вот все придурки не можете поделить кому первому прыгнуть или забаговались номерок тут конечно офигенный вот вот я и говорю вот в эту бы игру попробовать добавить милишников да все оружие убрать оставить милишку ну и транспортным тоже придется убрать хотя это нет и прикинь ты идешь такое не знаю с катаной и впереди тут например стоят и син стоит ну такое а еще мне короче депы и такая есть как есть появилась а можно ведь сделать смотри как например игра про стрельбу я короче знаю что вот в этой игры врагу в каком-то длс тут 2 длс больших таких вот в одном длс добавили катану так вот у меня какая идея появилась допустим ну не обязательно не применительно к этой игре вообще игровая идея допустим сделать игру чтобы можно было и стрелять ими лишить но делать это чтобы приходилось принудительно то есть ты вот допустим играфт типа вот таких вот ну в данжевом стиле то есть ты идешь по локине пусто-пусто и раз данж на то есть вот идешь по локе по локе раз данж вот и в данж заходишь и в данже например тебе принудительно заставляют биться либо например милишкой либо огнестрелом ну то есть заходишь даже тебя говорят в этом данже ты будешь биться милишкой и ты такой не понеслась а в следующем данже ты захочешь тех лишь в этом в этом в этом даже ты будешь биться огнестрелом ну как то так то есть чтобы наполнить игру контентом чтобы ты и милишку качал и чё козёл откуда вообще взялся для я как-то запиздился и меня начинают убивать внезапно не готов к файту вот этой пукалкой хрен попадешь в него пойдет конечно но это крайне неэффективно куда эффективнее их убивать дар больше дар башон клон делся да ты не сдох что для тех пор у вас были вообще все я наверно все рассказал что хотел рассказать они еще есть ветка проектов тут тоже прокачка тут есть четыре проекта и как бы в каждой из них своя прокачки она открывается по мере майна вот вот где взять патрон для бфг я пока еще не знаю очень хочется еще не почему-то не на всех оружиях есть прокачка как а вот на этих вот нету нифига а а он фильтры этого есть прокачка она бфг почему нету ну что прикольно меня не знал что у нее есть прокачка вот я еще заряженную энерго пушку не нашел она тоже офигенная игра с потыкушку град с потыкушка это если такой рофл это короче пистолет такой типа блять уже забыл что он делает в общем он создает как-то новомодное слово то есть сингулярность сингулярные дыры короче и все начинают летать по воздуху туда-сюда ну прикольно прикольно в общем ладно все давай пока если досмотрел до конца значит все увидел ббм